МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Баранучах прошел открытый диалог сила закона. Это масштабный проект БРСМ, в рамках которого молодежи представляется возможность на дискуссионных площадках поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы общественным деятелям, представителям органов власти, предлагать свои идеи. Подарил праздник ученикам Баранучской средней школы номер один имени Сергея Грицевца 11 января председатель Комитета по архитектуре и строительству Брестского облсполкома Андрей Слуцкий. В войсковой части 7404, как и во всех подразделениях внутренних войск 12 января, состоялось открытие нового учебного периода. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Вести Барановичи». Министра антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов и представители 16 крупных торговых сетей подписали сегодня соглашение о скидках на социально значимые товары для уязвимых категорий населения. По его словам, за последнее время продовольствие выросло в цене. Ситуация по январю показывает, что стоимость сельхозпродукции и продовольствие продолжает расти. Факторов много, населению надо помогать справляться с этим, поэтому решили, что на социально значимые товары уязвимым категориям населения будет предоставлена 10-процентная скидка, рассказал Алексей Богданов. Среди торговых сетей, подписавших соглашения, Santa Retail, EuroTorque, Dobronom, Vitalur, Bell Market Company. Планируется, что список магазинов, которые будут предоставлять скидки на социально значимые товары для уязвимых категорий населения, будет расширяться. В Бараночах прошел открытый диалог «Сила закона». Это масштабный проект БРСМ, в рамках которого молодежи представляется возможность на дискуссионных площадках поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы общественным деятелям, представителям органов власти, предлагать свои идеи. Участники говорили об итогах работы Конституционной комиссии, усилении роли молодежной политики и придании ей конституционной основы. В Бараночах прошел открытый диалог «Сила закона». Это масштабный проект БРСМ, в рамках которого молодежи предоставляется возможность на дискуссионных площадках поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы общественным деятелям, представителям органов власти, предлагать свои идеи. В Беларуси продолжается обсуждение нового проекта Конституции. В нашем городе к диалогу присоединились представители учащейся и рабочей молодежи Барановичей, педагоги, депутаты городского совета. Компетентным мнением поделились заместитель председателя горесполкома Вадим Щербаков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Хлобукин и первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Юрий Сигенюк. В Брестской области вчера стартовал большой проект открытых диалогов «Сила закона» под названием. Сегодня мы уже в Барановичах принимаем участие в этом проекте. Конечно, самое важное – это обсудить с молодежью проект изменения в Конституции Республики Беларусь. На самом деле, достаточно много различных изменений планируется в Конституции. Очень важно это обсудить с молодежью в трудовых коллективах. У нас во всех регионах Брестской области такие диалоговые площадки будут. Конечно, здесь такая большая диалоговая площадка на более 70 человек. У нас будут такие площадки и на малое количество людей в трудовых коллективах. Участники говорили об итогах работы Конституционной комиссии, усилении роли молодежной политики и придании ей конституционной основы. Обсудили важность преемственности исторического, духовного и политического наследия. Молодые люди активно участвовали в дискуссии, задавали вопросы. Если брать возможных изменений в Конституцию, есть там статьи, которые касаются молодежи. Конечно, нас, как молодежи Брещина, волнует, наверное, это изменение, которое касается внесения в изменения, что уделяется особое внимание сохранению исторической памяти. Это в любом случае важно для молодежи Брещина, потому что, не знаю, мы флагман патриотизма и, конечно, патриотизм у нас в крови. Конечно, это касающе и молодых семей возможны изменения. Все мы это будем обсуждать с молодежью. У нас работает онлайн-приемная, где любой молодой человек, если он вдруг не сможет задать вопрос, либо немножко застесняется, любые вопросы и поправки можно высылать на онлайн-приемную. Адрес онлайн-приемный можно найти у нас в социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме. Всех участников открытого диалога эксперты призвали поделиться услышанным в своих коллективах. Напомним, каждый белорус может внести предложение по проекту изменений и дополнения основного закона страны через онлайн-приемную на сайте БРСМ. Все поступившие инициативы направят в Национальный Центр правовой информации. С начала года в Беларуси произошло 188 пожаров. В огне погибло 36 человек, 18 травмировано, 32 спасены. В Брестской области произошел 31 пожар, который у него жизни 11 человек. В Барановичском регионе новогодняя ночь обошлась без происшествия, однако с 7 на 8 января в Барановичском районе в пожаре погиб мужчина. А в городе с начала года произошло два пожара без пострадавших. К слову, за 2021 год в нашем регионе случилось 95 пожаров, которые унесли жизни 16 жителей. Барановичский городел по чрезвычайным ситуациям призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Соблюдайте правила пользования газовыми приборами, а также правила эксплуатации печей. Следите за состоянием электропроводки и не оставляйте без присмотра электроботовые приборы. Не курите в постели. Следите, чтобы спички не попали в руки маленьким детям. Установите дома автономный пожарный извещатель. Подарил праздник ученикам Барановичской средней школы номер один имени Сергея Грицевца, председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облсполкома Андрей Слуцкий. Он вручил школе принтер и спортивный инвентарь. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает дарить радость и веру в чудо. Подарить праздник ученикам Барановичской средней школы номер один имени Сергея Грицевца. 11 января приехали почетные гости. Да и не с пустыми руками, а с подарками. В мероприятии принял участие председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облсполкома Андрей Слуцкий. Вместе с ним поздравила школьников и начальник управления по образованию Барановичского облсполкома Татьяна Шестак. С порога учреждения образования встречала гостей танцевальным флешмобом. Мальчишки и девчонки организовали настоящее торжество с Дедом Морозом, Снегурочкой и Ростовыми куклами. Далее все переместились в фойе. Танцевальные и вокальные номера никого не оставили равнодушным. Их подготовили учащиеся и педагоги школы, а также народный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль мажореток «Холиды». Продолжается акция «Наши дети». Ежегодно проходит акция в праздничные дни Нового года, Рождества. Уже более 25 лет по инициативе главы государства проводятся подобные мероприятия. Важность акции надо показать заботу детям, дать им добро, тепло, выполнить их все пожелания. Потому что это наше будущее. Но какой праздник без подарков? Андрей Слуцкий подарил в школе принтер и спортивный инвентарь. Спортивный инвентарь – это тоже залог здоровья детей, прежде всего, будущего и спортивных каких-то достижений на спортивной арене. В школе я обратил внимание, очень много площадок спортивных сделано. Праздничный концерт продолжился хороводами и добрыми пожеланиями. Для приюта для животных в Барановичах выделен земельный участок на улице Чурилина. Там предусмотрены вольеры для безнадзорных собак, площадка для выгула, гостиница и другое. Закончены работы по изготовлению вольеров и будок. Как рассказали в городском ЖКХ, прием первых животных в пункт временного содержания планируется во втором квартале 2022-го. По мере поступления денежных средств, привлечения волонтеров, общественных зоозащитных организаций, возможности приюта будут расширяться. Войсковой части 7404, как и во всех подразделениях внутренних войск, 12 января состоялось открытие нового учебного периода. Традиционно для военнослужащих организовали лекцию по идеологической подготовке. Затем провели комплексное занятие по доведению требований безопасности при прохождении военной службы. Войсковой части 7404, как и во всех подразделениях внутренних войск, 12 января состоялось открытие нового учебного периода. Митинг, посвященный этому событию, открыл командир бригады полковник Вячеслав Люшкевич. С напустственными словами перед личным составом выступили также заместитель командующего внутренними войсками по тылу, начальник тыла полковник Виталий Наркевич. Председатель ветеранской организации бригады полковник запаса Игорь Поляков и первый секретарь городского комитета БРСМ Анна Запрудская. Традиционно полковой священник отец Анатолий благословил военнослужащих. Сегодня в четвертой отдельной специальной милицейской бригаде приходит значимое мероприятие. Это открытие нового учебного года, периода обучения 22-го. И, соответственно, проводим занятия по мерам безопасности, при обращении с различными видами оружия, по соблюдению мер безопасности, поведения в быту, ну и других мер безопасности личным составом, которые они должны выполнять в повседневной жизнедеятельности. Традиционно для военнослужащих организовали лекцию по идеологической подготовке, затем провели комплексное занятие по доведению требований безопасности при прохождении военной службы. На восьми учебных точках им напомнили требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, специальными и имитационными средствами, при отработке приемов рукопашного боя и выполнении упражнений по физподготовке. Обучаемые усвоили требования безопасности при выполнении задач боевой службы по конвоированию и унесению службы по охране общественного порядка. Им продемонстрировали, как вести себя в чрезвычайной ситуации, к примеру, при пожаре, правильно пользоваться огнетушителем. Медработники на практике показали, как оказывать первую помощь при различных травмах, напомнили, как делать искусственное дыхание. На примерах личному составу объяснили, какие несчастные случаи могут произойти при проведении хозработ, ремонте техники. Начинается новый этап в обучении личного состава. К нам прибыло новое пополнение. Каждому военнослужащему необходимо обучить всем навыкам военной службы. Ну а соответствующий военнослужащий, который уже проходит значительный период службы в нашей бригаде, это совершенствовать свои навыки, знания и умения. К сведению, 11 января в клубе войсковой части 7404 подвели итоги служебно-боевой деятельности и воинской дисциплины за 2021 год. Вячеслав Люшкевич рассказал присутствующему о состоянии дисциплины законностей в отчетном периоде, а также поставил задачи на текущий год. В ходе совещания состоялось награждение личного состава, отличившегося при выполнении служебно-боевых задач по итогам прошлого года. Так как мы их обучим, так они будут выполнять служебные задачи по защите и обороне нашего государства, нашего народа. Нынешнее общественно-политическое в мире показывает, что всегда надо, как говорится, держать порох сухим, всегда быть готовым к новым вызовам, новым противодействиям. И, соответственно, наши военнослужащие готовы выполнить любую задачу, которую поставит нам президент, наш народ. Мы всегда готовы. Не зря наш девиз в нашей бригаде и вообще во внутренних войсках. Никто, кроме нас, долг честь Отечества. По окончанию сегодняшних занятий все военнослужащие войсковой части сдали зачеты по знанию требований безопасности. Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на трудности в эксплуатации дизельных транспортных средств в сильный мороз. По сведениям синоптиков, в ночное время ожидается понижение температуры воздуха до 17-19 градусов. На дорогах сохранится гололедица. ГАИ обращают внимание автовладельцев дизельного транспорта, что в сильный мороз есть риск отказа двигателя в пути. Рекомендуется в такую погоду по возможности отложить поездки. Если же в дороге возникла неисправность, вы не можете ее устранить сами, обращайтесь на линию 102. Ближайший наряд ДПС ГАИ поможет вам. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова